Девушки отдыхают И конечно же вас ждет захватывающий бой между командами Трэп и Кибер на карте Д-Трейн Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира С 23 по 26 августа в Лейпциге в регламенте выставки Games Convention пройдет церемония награждения eSports Awards 2007 Среди списков номинантов присутствуют и выходцы из СНГ Это Михаил Новопашин из Украины, Алексей Юшаневский из Белоруссии, а также наш соотечественник Антон Сингов из команды MAU Sports Заявлены следующие номинации Игрок года Команда года Открытие года Игра года и лучшие игроки по основным кибердисциплинам Данная церемония берет свое начало в 2004 году 10 августа началась третья игровая неделя чемпионата Warcraft 3 League Как и в прошлом круге, открыла его корейская команда NOA Несчадно разбитая со счетом 0-5 коллективом Mortal Team Work Их противниками стали соотечественники из лайнапа The Finning Stars Сейчас обе команды находятся на самом дне турнирной таблицы Занимая 11 и 10 место соответственно Печально, но факт, игроки из России в финалы не пробились Хотя европейцев там пруд пруди С 10 по 12 августа в Москве Имело место быть одно из главных событий национального киберспорта Финал российского этапа чемпионата мира World Cyber Games 2007 Russia Preliminary От дворочной туры заняли два месяца, июнь и июль И прошли в 10 крупнейших городах страны В Москве уже определили победителей Которые теперь отправятся на финальную игру США в город Сиэтл Где в этом году состоится гранд-финал World Cyber Games 2007 В питерской команде 3000 долларов, основанной в 2006 году Грянули кадровые перестановки Команда неоднократно доказывала свое превосходство Выигрывая практически все турниры, организованные в рамках города Они даже получали приглашение на участие во втором сезоне НПКЛ Проведя там 11 матчей и проиграв всего три из них Сегодня в состав команды возвращается ее основатель и экс-капитан Илья Македон А также под флаги 3000 долларов призван новый игрок Сергей Буча Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим варианты закупки в первом раунде Что же можно купить на 800 долларов? Первый вариант, самый распространенный Desert Eagle плюс пули к нему Данный пистолет имеет самую высокую огневую мощь И начальную скорость пули из всех имеющихся в арсенале Второй вариант Первая броня без шлема плюс пули двеначального пистолета В данном случае вы будете как-то защищены от вражеских пуль Что даст решающие 2-3 секунды Третий вариант Одна взрывная граната и две флешки Плюс на оставшиеся 100 долларов пули двеначального пистолета Ослепить? Хорошо Подорвать на гранате еще лучше Ну а что потом? Не все играющие уверенно чувствуют себя с пистолетом И на ваш призыв Гоу-гоу-гоу-гоу Вряд ли кто откликнется Да и пуль на противника требуется больше, чем у Desert Eagle Так же, как вариант Можно рассматривать покупку другого пистолета Например, USP Ну и наконец, если вы уверены в своей стрельбе Можете вообще ничего не покупать, а просто попадать в голову Мы, виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись Смотрите далее Настоящие пятиканальные наушники Класса Next Gen И, конечно же, вас ждет захватывающий бой Между командами Трэп и Кибер На карте Д-Трейн Представляем обзор киберспортивных девайсов Осенью 2007 года в России появится отработка фирмы Razer Pro Solutions Клавиатура Pro Type Ультра стильная С мягкими обводами и программированными клавишами Она в первую очередь уникальна своей док-станцией под плеер iPod С помощью которой зарядка и синхронизация перестанут сопровождаться кабельные волокиты В числе прочих достоинств присутствует мультимедийная секция и два USB-порта для подключения периферии Ожидаемая цена составит 130 долларов США Turtle Beach далеко не новички в области производства наушников и гарнитур с направленностью на гейм Air Force HPA2 Их новая разработка – настоящие пятиканальные наушники класса Next Gen От своих конкурентов этот девайс выгодно отличается расположением динамиков относительно слухового канала К наушникам прикреплен микрофон на пластичной ножке, что позволяет сориентировать его точно напротив рта Air Force уже доступны в России, а стоят они примерно 130 долларов Компания Trust Master представила свой новый геймпад Run&Drive 3-in-1 Rumble Force В отличие от тех же мини-стиков, угол его поворота достигает полные 90 градусов Оптическое колесо имеет функцию автовозврата в исходное положение Ход триггера составляет 8 мм, что в 4 раза превышает возможности классических кнопок А это, в свою очередь, позволяет вести более точную и интенсивную стрельбу в шутерах Геймпад может использоваться как с PC, так и с PlayStation 2 и 3 Logitech представляет новый игровой контроллер Оснащенный эксклюзивной инновационной технологией Chill Stream Встроенной вентиляционной системой Новшество разработано для любителей компьютерных игр Руки которых потеют во время виртуальных сражений С каждой стороны контроллера размещено по три вентилятора Они направляют и равномерно распределяют воздушный поток на все пальцы и ладонь игрока Скорость воздушного потока может регулироваться до полного отключения Девайс обладает серебисто-черной цветовой гаммой Здравствуйте, дорогие телезрители В этом матче сошлись два региональных клуба КСК «Кибер» город Иваново и КСК «Трэп» город Нижний Новгород Состав команды «Трэп» Владимир Тарасов «Редман» возраст 20 лет Роман Макаров «Ромшки» возраст 19 лет Руслан Аббясов «Танк» возраст 21 год Александр Грибов «Калыч» возраст 22 года Демьян Зимский «Блейд» возраст 20 лет Киберспортивный клуб «Трэп» является, пожалуй, одной из тех немногих российских команд Который показывает стабильные результаты В течение всего сезона команда упорно борется за выход в плей-офф Состав команды «Кибер» Михаил Филонов-Кулер, 21 год Никита Чубаров-Фиксиус, 18 лет Илья Петин-Нейл, 22 года Дмитрий Кияткин-Кекс, 24 года Дмитрий Бельский-Митя, 19 лет По прошествии первого сезона «НПКЛ» Кибер обновили весь свой состав Теперь вместо игравших в предыдущем сезоне пятерых игроков из города Иваново За клуб выступают легионеры Московские игроки, ранее игравшие в команде «Рэд Дэвид» Собравшись с силами, Кибер выиграли первую карту встречи «ДАЗ-2» со счетом 16-14 Сегодня нас ждет бой на второй карте встречи «Д-3» Все готово для начала матча Производятся рестарты и в первую атаку идут ивановцы Кибер вчетвером бегут в дом, оставляя Фиксиуса на центре Около верх-низа они разделяются Митя с Нейлом спускаются вниз к открытому пленту А Кекс с Кулером остаются в доме и бегут к выходу на нижний парапет Первый фраг делает Рэдмон Он убивает Митю через дым Фиксиус уходит от центра и идет через дом к закрытому пленту Трэп отвлеклись на центр и не заметили, как на нижний парапет уже вышли кекс с Кулером Кулер убивает Блейда Ивановцы проходят на плент и ставят бомбу Нейл из центра заходит в спину Грибову Выпускает несколько пуль, но Калыч тут же разворачивается и убивает Нейл Ну а дальше Трэп уже действовали слабо Минус один от Ромски, два фрага от танка и разминированная бомба от Калыча Один ноль в пользу Трэп Пятый раунд И Кибер в пятером атакует закрытый плент После серии разменов клубы остаются два на два и уже стоит бомба Грибов убивает Фиксиуса из АВП Кекс отправляет Калыча отдыхать, но его самого ликвидирует Блейд Остается только разминировать бомбу, но Блейд не успевает этого сделать И счет становится 4-1 в пользу Трэп Кибер явно деморализованы Раунд за раундом они пытаются разными способами прорваться через оборону Трэп Нижегородцы твердо стоят на своих позициях и во многом берут раунды за счет отличной стрельбы 13-й раунд и при счете 11-1 в пользу Трэп Кибер атакует открытый плент по системе 3-1-1 Кекс с бомбой выходит из зелени, убивает Блейда Но в следующем пролете его уже встречает Калыч Фиксиус с Митти в два ствола зажимают Редмана на крыше А из зелени в этот момент выходит Нейл с Кулером Фиксиус расправляется с Калычем Кулер закидывает боевую гранату на респаун Контрол И она уносит жизнь Ромшке Танк с респа убивает Кулера, выходит на плент, но там его перестреливает Митя И тем самым приносит второй раунд в копилку Кибер Счет становится 11-2 в пользу Трэп Водушевившись победой в раунде, Кибер атакует закрытый плент По пути теряют Нейла, но их это не останавливает Вчетвером они выходят на плент и по очереди отстреливают Нижегородцев У Трэпов остается только Редман Отходя к респауну террористов, ему удается снять Митю, возвращающегося из дома Но его все же убивает Фиксиус 11-3 в пользу Трэп Видимо, эти два раунда очень напрягли ребята из Трэп В последнем раунде первой половины после серии разменов команды остаются 2 на 2 Ромские действуют агрессивно, убивая сначала Нейла, а потом и Митю Первая половина заканчивается со счетом 12-3 в пользу Трэп Что ж, это неплохой задел для нижегородцев Поскольку для победы в этом матче им необходимо взять всего 4 раунда после смены сторон Ну а после смены сторон Трэп показали всю свою мощь Первый раунд, и они демонстрируют явное тактическое превосходство над соперником Ивановцы периодически пребывали в полной растерянности Второй и третий раунд для Кибер были экономическими Так что нижегородцам и составило труда их взять Ну а в четвертом раунде Трэп уже были локомотивом, который невозможно было остановить 4-0 и общий счет в матче становится 16-3 в пользу Трэп Что ж, ребята из клуба Трэп продемонстрировали отличную собранность во время игр Проиграв первую карту, они смогли реабилитироваться на второй, да еще как Но все же по итогам двух карт этой встречи командно присуждается ничья И каждый клуб получает по одному очку к своему рейтингу в турнирной таблице А мы с вами прощаемся до следующего выпуска Всего вам доброго и до скорых встреч Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова